Здравствуйте, я хочу всех поприветствовать, вы правильно сказали, представляю совсем небольшое фермерское хозяйство, 600 гектаров у нас в башне. И главная причина перехода на прямой бассейн у нас была нестабильность производства, вызванная неравномерным выпадением осадков. В какой-то год выпадает у нас 200 мм, в какой-то 500 мм. Александровский район находится у нас в центральной части Ставропольского края. Представленный силуоборот является довольно условным, но главные принципы какие мы? В повторах, конечно, никаких не бывает, чередуем стержневые и мочковатые гординки. Ну и ориентируемся на рынок, на спрос сельхозкультур. Вот, как я говорил, одна из причин – это водная эрозия, которая и в этом году присутствовала у людей, которые там соседи, которые по классике работают. Вот. Значит, что хочу рассудить. В хозяйство полностью, 100% в 2017 году перешло на технологию прямого пассива. Приобрели зерновую селку «Дон-125». Для небольшого хозяйства она более чем устраивает. И достаточно под руководством друзей с наших союза сторонников прямого пассива, изучив все аспекты прямого пассива, подготовились основательно. Значит, приобрели в тот же год очесывающую жадку фирмы «Пензмаш». Вот. Ну и стараемся все соблюдать. Вот такие вот дела. Вот, как мы видим, это кукуруза полупрямого посева у нашего хозяйства. Перед этим слайд был, это соседская кукуруза. Вроде как бы поначалу у нас, как обычно, сначала над нами все смеются, вроде как по классике все быстренько растет. Но это всего лишь из-за того, что почва быстро прогрета. Но потом наступает засушливый период, июль, август, и наши пропашные, яровые и все остальные культуры догоняют, а потом и перегоняют по результатам уборочных компаний классические поля. Вот, вот так вот выглядят эти поля ровные. Кукуруза, допустим, на этом поле мы получали 70 ценеров, соседи по классике получали 72. Ну, если учесть те затраты, которые они понесли на обработку, то выходит, что то, к чему мы стремились изначально, переходя на технологию прямого посева, стабильность финансово-экономическую в первую очередь. Подсолнечник тоже выращиваем по технологии Clearfield. Стараемся работать в минимальных дозах евролайтингом. Все знаем, что есть последействие на последующую культуру, на ту же зиму. Вот, ну, сильных просадок не замечали, особенно по этому году, сколько выпало уже, по-моему, за 40 лет за последний месяц. Мы наблюдаем. Тоже подсолнечника производим как по кукурузе, так и по зерновым. Но преимущество, конечно, за пропаштами, по той же кукурузе, подсолнечник почему-то, ну, не почему-то, а выходит лучше за того, что не происходит заминания тех же растительных остатков. Вот, как и Виктор Корнеевич говорил про отчетывающие жадки, что это, конечно, убирали и так, и так, и прямым комбинированием. Ну, 20 минимум сантиметров, ну, не ниже второго междуузля, ну, в основном стараемся 100% смахнуть площадь очесывающей жадкой. В этом году приобрели бункер-накопитель. Все делаем, стараемся делать по правилам, не останавливаться, выдувать все с комбайнов, прежде чем остановиться. Ну, до нынешнего года разружались на краях поля, ну, сейчас будем через накопитель на ходу это делать. Вот так вот выглядит работа отчетывающей жадки с полово-разбрасывателем, вот, который был там представлен, не фаландарский, сколько перебрали там, не хочется там обижать других производителей полово-разбрасывателей. Ну, хочу сказать, что за комбайн 16-го года 5 лет подряд я их выкидывал, эти полово-разбрасыватели целая куча, там у меня на металлоломе, пока не пришли к импортному производителю. Вот так вот. Ну, можно следующий слайд. Да, вот, значит, по зерновым я вернусь, работа, это работа сеялки ДОН-125, вот, если засушливый год, конечно, она сеет идеально, как и все, наверное, дисковые сеялки по-сухому, и мне нравится, допустим, сеять в сухую почву, потому что, если проходят какие-то осадки, то начинается это ковыряние почвы, не очень похоже на утилы, как мы привыкли называть, да, и принято это называть невидимым посевом, душа радуется, когда видим такой посев. Вот. Что-то у нас дальше. Ну, вот, тоже видим работу по подсолнечнику, да, бывают проблемы тоже, как бы у нас рядом еще есть два фермерских хозяйства в непосредственной близости, которые тоже работают по технологии прямого пассива, и у них и Джерарди есть, и Great Plains, ну, и как бы все тоже испытывают проблемы посева по подсолнечнику. Ну, как Виктор Корнеевич тоже показывал, вешаем брусты, там, всякие защиты, чтобы не срывало ни семипроводы, не протыкало там ни колеса нам, ни шланги какие-то гидравлические, там, охлаждающие, в общем, стараемся не использовать балду и не быть такими. Вот, это посев по этого года, пшеницы по подсолнечнику, вот, тоже пропагандируются низкие нормы, вот, как бы в этом году, как бы я за низких норм, но в этом году, по этому году, вернее, можно было бы чуть-чуть и добавить, сеем мы там 2,8-3,2 миллиона, можно было 4-4,5, потому что там выпады, особенно по таким хорошим предшественникам, как бобовые, которых, кстати, у нас 15% в хозяйстве тоже так с ребятами разговаривают, как бы по гороху печальные посевы, допустим, а по подсолнечнику, кукурузе намного лучше. Ну, так стараемся работать, соблюдая все принципы, все аспекты, вот, за бункер, который я говорил, который приобрели, не новый, конечно, приобрели, сейчас их не купишься, вот, по этому году, а, скажу еще об этом, у нас в хозяйстве есть растение и питатель, будем называть его ликвилайзером, в кавычках, потому что он российского производства, немножко он, конечно, не дотягивает до дюкпорта, ну, и как бы по цене он, наверное, раз 5 минимум дешевле, ну, работает, да, при, как и вся наша российская техника, при топили, доработки, все работает, вот, в этом году произвели подкормку возимых, там, предыдущий слайд был, в конце января, в середине января, вот, и дали максимальную дозу азота, и даже с учетом всех тех азотков, которые выпали, еще не заметили мы разницы, с теми хозяйствами, которые там дробно их делали, как-то тоже Стефан Стефанович, была конференция, он упоминал за тот карбамид, там, зовут, говорит, ученый, как нам советует, там, утром встань, вечером встань, поедь в жизни, то один раз дал, и я такая, вот так примерно мы сделали в этом году, и не прогадали, я думаю, да, правильно, Сергей Андреевич сказал. В общем, вот так вот и работаем, это у нас горох, бобовую культуру велись и в оборот, раньше, когда мы работали по классике, кстати, лет 17 не пахали, по минималке работали, не получался у нас ни горох, ни вот эти вот яровые все, вот уже 4 года мы высеваем горох, довольно-таки стабильный урожай получаем на уровне 28-30 центнеров, вот, и, в общем-то, довольны, и стала эта культура одной из самых любимых у нас в хозяйстве, но спасибо за внимание, конечно, желаем всех хороших урожаев, независимо, как вы работаете. Дмитрий Михайлович, круто, маленькое хозяйство фермерское, а смотрите, и отчесывающая жадка, и бункер-накопитель, и низкие нормы высева, и бобовые, даже на Кубани вас, быть, с простертыми объятиями приняли, потому что там норма 10% бобовых обязательно, некоторые стонут, а у вас это все в плюс идет, ну, и растений, питатель, ну, сколько в маленьком хозяйстве можно посмотреть полезного для наутильщика, супер. Есть вопросы, спикер, пожалуйста. Ну, вот, сегодня мы работаем, как раз, ребята, там, обычно я люблю сам это делать, ну, 08, 09, евроладин, гербицид подсолнечника, форма, ну, чтобы по 110 было меньше. Если нет, больше вопросов, спасибо.